Известным актёром важнее образование, школа или что-то, какие-то врождённые количества? Вы знаете, ну что только известным, хорошим артистам, а известным, понимаете, вот... Ну, допустим, хорошим, не уходите от ответа, вот что важнее. Ну, вообще, вот Саша не даст соврать, да, какой проходили конкурс, чтобы поступить в театральный институт, потом боишься, с первого курса могут отчислить за профнепригодность, со второго курса. Поэтому это постепенно, постепенно, постепенно люди набирают опыт, мастерство. Всё-таки это, так, по-хорошему, это дар Божий. Ирина Александровна, а что для вас было самым сложным в съёмках? То есть я так понимаю, вот глядя на вас, что у вас никаких зажимов, типа, у меня не получится? Вы знаете, да. Было? Ничего не было. Не было, вот это я вижу, да. Я наоборот, я шла такая смелая, когда первый раз, я прям пришла и прям подала на какую-то роль, такую иду, так вообще. А вот потом я решила учиться, начала вот это, да, и чем больше я учусь, тем больше у меня появляется зажимов, страхов. Иначе появляются именно моменты, что, а вдруг я это не смогу, а сначала я вообще не переживала. Я думала, мне бы предложили какую-нибудь главную роль, и я бы пошла. Чтобы никого не обижать, чтобы было точно, ясно и понятно. Если ты с самого начала хочешь быть актером и не учишься, ты им не будешь. Потому что есть законы в профессии. Так же, как ты не будешь футболистом, если ты не будешь учиться. Так же, как ты не будешь нейрохирургом, если ты не будешь учиться. Ну, ты, Ирина Александровна, смотрите, она не училась. Это первое. Да. И второе. И второе. Я никогда не смогу быть бухгалтером. У меня ума не хватит. Я взорвусь от ненависти к этой профессии. Да, за копеечку. Я не смогу этого сделать никогда. Потому что этого я делать не умею. Да. Если я вдруг захочу этому научиться, нужно пройти путь. Долгий. Долгий. И в любом случае я не стану бухгалтером. И вы актрисой тоже не станете. Не, я не претендую на актрису. Это мое увлечение. Вот это второй вариант. Когда человек сам реализуется в творчестве. И дай бог. И очень хорошо, и пусть будет. Конечно. И я как раз про то, что на пенсии мы можем вот это пробовать. То, что мы... О чем мы даже мечтать не могли. О чем даже... Я даже вообще не думала, что... Ну, для меня это недосягаемо. Я даже и сейчас, когда смотрю кино там, или какой-то спектакль, думаю, боже мой, как они это делают, как они играют. И вот в этом весь интерес, что мы сейчас как бы в это играем. Очень интересно это. Александр Сергеевич, вот вы известны своей потрясающей спортивной формой. Просто вот... Спасибо. Спасибо. Мне-то за что? Комплимент. Это не... Нет, это не комплимент. За то, что напомнили утром заняться зарядкой. Наконец-то. Да. Вот насколько важно для людей вашего ремесла, вашей профессии быть в хорошей именно физической форме? Ну, как, знаете, Ром сказал, что главное в профессии? Первое здоровье, второе здоровье и третье здоровье. Потому что, когда бывает роль, большая роль, и ты тянешь на себе спектакль, три часа, то для этого нужно, конечно, нормальное здоровье. Ну, а потом я, понимаете, я, наверное, из ряда вон выходящий артист в этом плане, потому что за моими плечами было Суворовское училище, а там спорт это самое главное. И потом это вошло уже в структуру мою, я без этого просто, просто не могу. Ирина Александровна, вот в кинолектории вы слушаете лекции, да, которые вам читают профессионалы. Это развлечение или это полезно для вашего нового увлечения? Каждый там свое находит. Мы обсуждаем, у нас идет, как, знаете, в форме, мы берем известных актеров там, актрис в основном, вот, и смотрим фильмы с ними, обсуждаем, ну, насколько они там здорово все это делают, приемы какие. И потом учим монологии, записываем дома сами, и на занятия это прокручивают, и все говорят свое мнение. Кто ты там, гений или бездарность? Ну, то есть это прям как школа. Я еще, можно я в одну секунду вас займу? Мне тут созрел тост. Я должен вам сказать всем открыто. Проект программы «Долголетие» вы так много делаете хорошего. Это так правильно, как говорят, как Христос босыми ножками по душе прошелся. Что «Долголетие», что «Канал доверия». Смотрите, вы соединили людей, которые начинают жить, когда другие заканчивают. Вот точные слова. Вы сделали это. И я горд тем, что я к этому немножко причастен. Я вам аплодирую, молодцы, пять вам по поведению. Раньше все это «Долголетие» заканчивалось игрой в домино во дворе, и все. А теперь это настолько вот этот замечательный проект, когда люди могут в любой профессии себя попробовать. Кстати, шахматы и бильярд, я вот сейчас мы ходим, они там... Ну, раньше в основном... А сейчас вы не увидите, кстати, во дворе, чтобы люди забивали козла. Вот нет сейчас во дворе этого. Конечно, это здорово, что сейчас вот человек может открыть себе какие-то совершенно новые качества. И вот вы же играете в одном фильме с настоящими большими актерами, значит, уже вот хотя бы поэтом. У вас, кстати, есть роль мечты? Нет, что-то не придумала, надо придумать, наверное, какую-то мечту. Вы знаете, есть такая примета, что если вы находитесь между двумя людьми с одинаковым именем, можно загадывать желание сейчас между двумя Александрами. У меня мечта внучки, я хочу внучку. Так далеко от темы разговора. Я хочу сыграть в жульет. Почему к нам, адресат? Я ничем не могу помочь. Нет, но я желание загадываю, чтобы вселенная меня услышала. Вы два Александра... Я Александровна Ирина. Так что, да, мы тут вообще даже тройное. Так что это желание, да, надеюсь, что исполнится. Не знаю, как насчет тройного, но я знаю, что Александр Сергеевич может вам помочь в реализации мечты. Мне кажется, что сыграть Джульетту или Дездемону мечтает каждая вторая. Вот у нас от Элла, и у нас есть Дездемона. О-о-о-о-о-о-о-о. Не, я не актриса. Дездемону я не потяну. А попробуйте. Ну что, говорите, мотор начали. Мотор. Ты перед сном молилась, Дездемона? Да, дорогой мой. Если у тебя есть неотмоленное преступление, молись скорее. Что хочешь ты сказать? Молись скорее, я не помешаю и рядом подожду. Избави Бог, убить тебя души, не подготовив. Но ты меня пугаешь. Ты зловещ, когда вращаешь в бешенстве глазами. И я, как нечиста перед тобой, мне страшно. Молчи. Молчу? А что произошло? Ты подарила Кассио на память подарок мой? Неправда, нет. Спроси у Кассио. Души спасением клянусь, что нет. Я видел сам платок в его руках. Меня обман твой превращает в камень, а эту искупительную смерть в закоренелой грешнице убийства. Тогда он где-нибудь его нашел. Платка ему я в жизни не давала. Спроси, он подтвердит. Он подтвердил. Беда. Сошли меня в изгнание, но жить оставь. Обманщица, умри. О, дай эту ночь прожить мне. Отсрочно сутки. Нет, поздно. Решено. Еще минуту. Дай мне помолиться. Поздно. Чересчур. Ну что? Ну, по-моему, Саш, ну как для первой читки? Пойдет. Я бы сделал несколько замечаний, но очень хорошо. Очень хорошо. Огромное вам всем спасибо. Я получил удовольствие, уверен, что наши зрители тоже. А мы после рекламной паузы продолжим наш разговор. Это программа «Мой район».